Если раньше меня не покидала тревога, то сейчас с каждым днём всё больше накрывает какое-то чувство обречённости, что ли. Национальная надзорная комиссия Китая отчиталась о проделанной работе в рамках борьбы со взяточничеством. Одним из пунктов там было, в период с 2014 по 2020 годы спецслужбы разыскали и вернули в страну почти 8 тысяч беглых коррупционеров. Все понесли или понесут наказание, а что у нас? А у нас Владимир Путин наградил Веронику Скворцову, это бывший министр здравоохранения, сейчас глава федерального медико-биологического ведомства, а агентство орденом за вклад в развитие медицины. О как, за вклад в развитие медицины, не баран чихнул. Вообще забавно, конечно. Тут, значит, бывшая начальница Скворцова и Голикова Крайнего в развале здравоохранения усиленно ищет, даже призналась, да. Оптимизацию враги какие-то устроили, угробили в итоге важнейшую для страны отрасль, а Крайнего-то и нет. Скворцова, как выяснилось, на посту министра медицину развивала. Голикова, которая сидела до нее в том же кресле, тоже, то есть обе бабы геройские, а здравоохранение в ***, как так, по чьей вине, хотя я догадываюсь по чьей. А в Новых Васюках на центральном въезде на территорию тамошней ЦРБ мужик бородатый шлагбаум поднимает, скорее всего он и виноват, ну а че, неплохая, по-моему, версия. Начинаем! Кстати, а еще Великий Курничий подписал в понедельник указ об отставке сразу трех министров и одного полпреда. Министры из очень интересных министерств, между прочим, в частности, господина Дитриха Бартанули, это глава Минтранса, фамилия которого в последнее время очень часто соседствовала в СМИ с заголовками вроде «неэффективность и коррупция», «не справился с реализацией нацпроектов», ну и так далее. В отношении одного из руководителей государственного холдинга «Автодор» заведено уголовное дело из-за масштабных нарушений при строительстве центральной кольцевой автодороги в Подмосковье. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайко. Также в отставку отправлен министр природных ресурсов Кобылкин, но этот вообще любимец публики. Всего за год скандалов по линии его ведомства случилось едва ли не больше, чем в Доме-2 за тот же отчетный период. Пол Сибири норникель успел отравить. На Камчатке тонны морских обитателей погибли. В Тихом океане экологическая катастрофа. Сообщения о желтых, красных, зеленых реках в Валенте пачками с завидным постоянством появляются, а еще о лесных пожарах, масштабных наводнениях, мусорных свалках и увозе в страну какой-то гадости. Вроде урановых хвостов, беспредельные вырубки и Байкал вообще молчу. Короче, с экологией окружающей средой министр боролся по полной программе. За что погнали? Непонятно. Как вы считаете, это правильно, что сегодня экология на первом месте? Это правильно, это беспокоит людей. Про третьего отставленного министра даже говорить много не нужно. Достаточно назвать и ведомство, которое господин Якушев возглавлял ЖКХ. О проблемах коммунального хозяйства в нашей стране, думаю, знает каждый. Само ведомство это одна большая проблема. Черная дыра. По-другому данную отрасль вообще не называют. Впрочем, мы отвлеклись от главного. Как думаете, чем вызваны эти отставки и что теперь ждет провинившихся? Накажут, предполагаете? И сейчас в Кремле уже заявили, оно никак не связано с отвратительной работой чиновников. Просто ребята там решили ротацию кадров устроить. А посему полюбившихся героев вы очень скоро увидите на других ответственных должностях. Так господина Дитриха скорее всего назначат губернатором Белгородской области. Если Якушев займет место уральского полпреда, вместо отстраненного Цуканова, помощника последнего, к слову, обвинили в государственной измене не так давно. Он просто шпион. Предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие. Предатель Родины. Впрочем, что-то мне подсказывает, что бывшего начальника предателя Родины, в смысле Цуканова, все равно куда-нибудь приткнут. Это ведь для России уже нормальная практика. Они не остаются голодать. На помойках подтверждение данного предположения скажу только. Скандал с помощником Цуканова случился не вчера. Ему несколько месяцев, а в отставку полпреда ушли только сейчас. Так что даже не волновайтесь, всплывет где-то в обозримом будущем, потому что такое не тонет. Равно как и Кобылкин. О перспективах данного гражданина пока тоже молчок, но это пока. Возьмут в какой-нибудь государственный рост тех пользу Родине приносить за пару десятков миллионов в месяц. Сердюкова же взяли, мы проглотили. Ладно, реальная журналистика. Волк сошел с ума, волк жует траву. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! В продолжение уже начатого рубрика Герои года, господа. Действительно, мы как-то с этой пандемией все самое интересное упускаем. Важнейшие события буквально мимо проходят. Отвлекаемся на всякую фигню. Идите, садитесь. У нас масочный! У нас масочный! Ты приехала? Ты приехала? Я здесь живу, у меня дети плачут, стоят. Проходите, мне надо зайти в сваренье. А между тем, знаете ли вы, кто этот человек? Как в битве экстрасенсов. Давайте проверьте свое шестое чувство. Внимательно посмотрите на данную фотографию. Впрочем, не заморачивайтесь, сам расскажу. Итак, зовут мужчину Александр Реймер. В недалеком прошлом генерал-полковник внутренней службы с 2009 по 2012 годы занимал должность директора в Синроссии. Пять лет назад генерала задержали по обвинению в мошенничестве. Выяснилось, украл почти 3 миллиона рублей на закупке электронных браслетов для людей, помещенных под домашний арест. В марте 17-го осужден на 8 лет. А ведь еще совсем недавно все было вот так. 2009 год. Кремль, мундир с лампасами, оркестр. Александр Реймер возглавил исправительную систему, ни дня до этого в ней не проработав, только в МВД. Человек со стороны, без связи и обязательств, он должен был стать успешным реформатором. Заверяю вас, что мы будем хранить и чтить веренную нам святыню. Чудеса начались спустя два года после оглашения приговора. Сперва выяснилось, что бывший генерал болен каким-то невероятным количеством заболеваний. Адвокаты вагон справок собрали. И как человек служил вообще? До высших чинов ведь дослужился. Далее еще интереснее. В марте 19-го юристы Реймера попросили об условно-досрочном освобождении для своего подопечного. Причем на такой кривой козе ту историю вывозили. Ага, дело почему-то рассматривалось в Центральном районном суде Калининграда. Хотя судили человека в Москве, сидел он вообще в Тагиле. Тогда, впрочем, суд ходатайства отклонил. Однако спустя 10 месяцев, в феврале 20-го, юристы Реймера вновь подают прошение об УДО туда же, в Калининград. И, о чудо, дядьку отпускают. Бывший директор Федеральной службы исполнения наказания Александр Реймер выйдет из колонии раньше срока. Такое решение принял Центральный районный суд Калининграда. Напомню, Реймер был... Не, ну круто же, согласитесь. Человек украл 3 миллиарда. Украл, подчеркиваю, не по халатности профукал. Отсидел за свою кражонку 3 года и на свободу с чистой совестью. По решению какого-то левого суда, который вообще непонятно каким боком в эту веселую сценку затесался. Красота. Справедливости ради скажу, что прокуратура затем что-то там опротестовала. Но дело-то не в этом. Вот что лично у меня вопросы вызывает. Первое, выше сказал. В деле появляется какой-то калининградский суд. Каким образом? Причем тут калининградские судьи вообще... Второе. По сути, Реймер ведь очень выгодную сделку для себя заключил. По году за каждый украденный миллиард отсидел. 80 миллионов рублей в месяц нам с вами отсидка данного гражданина обошлась. Или в 2,5 миллиона в день. Хочу спросить каждого. А ты бы согласился посидеть трешечку в красной зоне в непыльной должности библиотекаря, кстати, за 2,5 ляма в сутки? Вот и я о том же. Смотрите, каким суровым наказанием стал вот это вот наказание для генерала. Поэтому и сказал в самом начале, герой года, блин! Ну а тебе еще 10 лет ипотеку платить за свои 33 квадратных метра и попробуй банка прокинуть. Лет 100 строгача впаяют, еще и метры отберут нафиг, несмотря на то, что ты их уже частично оплатил. Ну и раз министров сегодня начали, министрами предлагаю и закончить скандал в Ульяновской области. От должности отстранен пока временно глава сельхозведомства региона Михаил Семенкин. Поводом служила история поездки чиновника на курорт в Ниццу, это во Франции, с другой чиновницей, главой Чердоклинского района Борейшпак. Красивая женщина, согласитесь? Короче, на тот отдых ребята умудрились потратить от 6 до 10 миллионов рублей по разным данным. Один только перелет на частном самолетике, который, кстати, принадлежит вражеской компании, обошелся в 30 тысяч евро в одну сторону. Ух ты! А я слышал, кризис какой-то экономический в стране, пандемийный еще. То есть два кризиса родина переживает, а слуги народа в это время красиво отдыхать успевают. Интересно, на какие шиши? Может клад нашли? Пишите, кстати, свои варианты в комментариях под этим видео. Мы потом итоги подведем. Кстати, если ватников знакомых попросите ситуацию прокомментировать, вообще шикарно будет. Хоть поржем в смысле. Это же самому интересно. Каким бредом ущербные разразиться способны? Все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Ребят, проверяйте подписку. Вас отписывают без вашего ведома. Порядка 100 человек ежедневно. Все с цензурой, которую устроил продажный российский офис Ютьюба, мы вынуждены сейчас создавать вторую площадку, на которую планируем переехать в обозримом будущем. Канал называется очень просто. Александр Романинков. Не заблудитесь, подписывайтесь на него тоже. Ссылка сразу под видео в описании. В данный момент на нашем втором канале выходят ежедневные новости. Здесь вы их не увидите. В общем, заходите. Вам понравится. Отдельно хочу поблагодарить кафе Фаина Раневская за предоставленное помещение. На чай заходите. Может, и меня тут встретите. Ну и в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.